А теперь подробнее об этих и других событиях. Второй день вынуждено обходиться без воды полторы тысячи жителей поселка Языкские копии Алтайского района. На грани закрытия детский сад и заведение общепита. Дело осложняется бездействием местных коммунальщиков, которые оказались совершенно неподготовленными к подобной ситуации. Из Алтайского района Юрий Вариводай, Дмитрий Симонов. Сухостой в поселке Языкские копии наступил из-за поломки головного насоса сельской водокачки. Система водоснабжения поселка – уличные колонки, которые в настоящий момент основательно пересохли. Сейчас жители поселка в отчаянной попытке переходят от одной колонки к другой, чтобы добыть питьевую воду. Местная школа и детский сад стоят на грани закрытия. Я вынуждена буду рекомендовать нашей администрации закрыть детский сад и школу в том числе общепит. Потому что в таких условиях мы не имеем права работать. Воды на сегодняшний день у нас нет запаса, даже немного. Глава поселковой администрации пару дней назад доложила Алтай Коммунэнерго и другим ведомствам о сложившейся ситуации. Белъярские чиновники распорядились выслать бригады ремонтников и заняться поиском нового двигателя к насосу. И, казалось бы, ситуация сдвинулась с точки. Алтай Коммунэнерго вытаскивает этот насос для ремонта. Но, и тем не менее, они сейчас изыскали уже второй насос. Вот буквально при вас позвонил Карлов Александр Александрович, спрашивает, какие параметры насоса передать ему срочно. Очевидно, этот насос сегодня уже будет приобретен. Но еще второе, значит, разрез Челпан пообещал нам к столетию дополнительный насос, так сказать, запасной приобрести. Однако взмыленных от работы наладчиков на насосной станции не оказалось. Между тем, последняя вода из поселкового водопровода утекала в реку. А значит, надежда на то, что жители изыха будут к вечеру с водой, катастрофически мала. Чуть позже стало известно, что белоярские коммунальщики новый мотор к насосу так и не нашли. Не нашлись и ремонтники. Вообще, местная коммунальная служба, организация довольно интересная. Люди говорят, что за последний год в ней сменилось аж четыре руководителя. Наверное, поэтому часть поселка уже более полугода вообще не видит на своих улицах воду. Александр Кузьмич Корнеичук, бывший узник фашистского лагеря смертников. Он, как и другие ветераны и пенсионеры, вынужден на себе носить воду из другого конца поселка. Осенью, как зима стала, отрезали нас, и колонка так и стоит пустая. Нет воды, ездим туда на тележках, возим из дальних этих краев. Люди тоже без воды остаются, и мы все время на тележке. Вот у вас, я смотрю, огород есть, скотина. Скотина есть, все, а воды вот возим только тележкой, больше ничего. На окраине поселка ремонтники из того же Алтай-Коммунэнерго уже давно ведут работы по наладке водопровода. Сейчас на объекте их также не оказалось. Люди, кто побогаче, начали за свои деньги прокладывать трубы, чтобы в домах наконец-то появилась вода. Остальным так и придется неизвестно сколько исполнять роль водоносов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова